Девятого мая праздник особо. У нас его любят и чтут. Автомобили с надписями «Спасибо деду за победу», георгиевскими ленточками и прочими атрибутами праздника встречались повсюду. Отдельно хочется отметить напутствие деда на двери маршрутки. Ну а теперь о ДТП. В Могилеве на пресечении улицы Крупской и Гришина они случаются каждую неделю, иногда и по нескольку раз. В этом случае авария произошла по глупости. Белая Ауди решила повернуть, не пропуская встречный поток. Вот и получила лобовой удар. Что примечательно, за рулем была девушка, но в машине пострадавшей, а виновник мужчина на Ауди. Конец стереотипам. А теперь посмотрите на вал асфальта в Тюмени. Бедный водитель крайней машины. За секунду земля уходила из-под колес, а пробка все не продвигалась. И неудивительно, что когда место освободилось, устремился оттуда, только колеса сверкали. Вот это действительно курьезные дороги. Уважаемые велосипедисты, пожалуйста, в избежание конфликтных ситуаций катайтесь по пешеходным дорожкам и по тротуарам. В этой ситуации, когда три полосы традиционно стоят, велосипед точно не в тему. Ну и, конечно, парковки. В Могилеве напротив ЦУМа, на проспекте Мира, на пешеходном перекрестке напротив Могилевского рынка, есть кудесники и в горках. В Сморгонь со второстепенной дороги выезжает красный Рено 19, который даже не удосуживается смотреть в зеркала. Как итог, девушка с рулем Ровер 45-го, пытаясь уйти от столкновения, несколько раз перевернулась и получила травмы. А водитель Рено с места происшествия уехал. Ну, разве это нормально? Девчонки все же молодцы. За сегодняшний автомат это уже третье видео с их участием. Они то страдают из-за мужчин, то, как сейчас, показывают, что они тоже не слабы. Прислайте свои дорожные истории в рубрику «Автомат». Наш адрес в рубрике «Автомат» собакатут.бай Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok